Банан Хотя существует тысяча разновидностей бананов, именно этот сорт завоевал международный рынок, благодаря прочной кожуре, которая защищает его при перевозке, сладкой мякоти и обильным урожаем. Очень похоже на рекламу. В его плодах, к тому же, нет косточек. В диком банане, который мы сейчас видим, косточек напротив может быть очень много. Благодаря им он и размножается. И с течением времени может вырабатывать устойчивость к заболеваниям. А вот растения сорта Кевендиш, скажем так, сексом не занимаются. И поэтому на протяжении уже многих десятилетий остаются неизменными. Другими словами, у них иммунитет не вырабатывается. Зато есть его, ничто не мешает. И сейчас эти бананы можно найти в любом магазине и в любой точке мира. Так называемым царем бананов Кевендиш стал в 40-х годах прошлого века. После того, как его предшественник на троне, еще более сладкий и ароматный сорт Гросс Мишель, был фактически уничтожен грибком под названием Тропический Штамм-1. То же самое, как предупреждают ученые, может произойти и сейчас. И вот журнал New Yorker недавно посвятил этой проблеме целых семь полос. Виноват во всем грибок, который называют Штамм-4. Он настолько опасен, его так сложно остановить, что его распространение иногда сравнивается с эпидемией СПИДа. Только среди бананов, а не людей. Сначала он появился на Тайване, где уничтожил 70% всех плантаций. Потом перекинулся на Индонезию, потом в Малайзию, Китай, на Филиппины. Все с тем же разрушительным эффектом. Наконец, Штамм-4 попал в Австралию, где тоже успешно растут, точнее, росли бананы. Теперь давайте послушаем, что расскажет нам об этом страшном заболевании профессор Австралийского университета штата Квинсленд, Джеймс Дейл, который пытается спасти банановые растения с помощью генной инженерии. Последние 10-15 лет появилось новое заболевание – грибок, заселяющий почву, который может убивать банановые растения сорта Кевендиш. Он уже распространился в Азии и в Австралии, и, скорее всего, в итоге он попадет в Латинскую Америку, туда, где весь мир покупает бананы. Как только грибок оказывается в почве, он может прожить там до 40 лет, и никакие химикаты не способны ему помешать. Единственный выход – создать разновидность сорта Кевендиш, которая была бы устойчива к заболеванию. Обычное осемнение не поможет, поскольку эти бананы бесплодны. Возможно, ваши зрители видели в мякоти черные точки. Это и есть недоразвитые семена. Остается модифицировать растения генетически. Лет через 10 на рынке появится устойчивая к болезни разновидность Кевендиш, и к тому моменту, я уверен, покупатели начнут относиться к генетически модифицированным продуктам гораздо лучше, чем сейчас. Хотелось бы верить в этот оптимистичный прогноз профессора Дейла, однако никаких очевидных успехов в выведении нового сорта пока достигнуто не было. И поэтому может так случиться, что уже через несколько лет бананов не окажется на прилавках магазинов. А если это и случится, то это будут бананы, которые выращены в теплицах, и будут они на вес золота. — Егор, хочется уточнить. То есть бананы, которые занимаются традиционным сексом, умрут, а асексуальные бананы выживут? — Ну, фактически выживут только те бананы, которые будут изолированы от грибка. И будут они заниматься сексом или нет, решится, когда станет ясно, что это за сорт. Но, скорее всего, это будет сорт бесплодный, потому что именно отсутствие семечек всех нас и привлекает в бананах. — Спасибо, Егор Низамов, о банановом сексе и о том, что в ближайшее время бананы могут исчезнуть с лица земли. — А представляешь тогда, как повысится стоимость картины Энди Уорхола? Да? Он же писал банан. Аня Мангайт просто к нам присоединилась, заодно решили быстренько... — Я думал, ты скажешь, Энди Уорхол присоединился. — Очень хочется тут же спросить у нее. — Да повысится стоимость, собственно, обычных бананов. — Нет, их просто не будет. — Но, тем не менее, все равно очень хочется пожелать здоровья бананам, потому что это правда, ну, в конце концов, ну, вкусно. — Не хочется как-то лишаться такого удовольствия.